С 1 февраля этого года соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе нецензурные высказывания. Согласно тексту законопроекта, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, обязаны проводить мониторинг контента. Будет ли наказание за мат? Специалисты уверяют, что нет, штрафовать за него не будут, а вот за противоправный контент – еще как. Закон вводит новые штрафы. За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографии и наркотиках гражданам грозят штрафы от 100 до 200 тысяч рублей. Соцсети при этом также обяжут выявлять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны. Призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участие в несогласованных акциях протеста. Что об этом законопроекте думают жители Биробиджана, узнаем прямо сейчас. Мы не материмся. Но вообще это правильно, я понимаю. Ну, не понимаю, а, как говорится, поддерживают. А зачем мат? Это плохое слово, зачем оно нужно? Каждый мат, это отрицательно действует на нашу даже, на наш весь организм. Хорошо, что запретили, конечно. Почему? Ну, мне не нравится, например, читать, когда люди читают. Да дети читают, а потом матерятся. Мне кажется, никто не будет соблюдать этот закон или, может, сленг какой-нибудь придумают новый. Мат – это часть русского языка, наверное. Ну, лично я отношусь к мату, когда его в меру. Хорошо. Положительно. Только положительно. Культурный мир будет. Люди забыли родную речь. Одни маты сплошные. Я предпочитаю довольно-таки цензурную речь. Предпочитаю все, не нужно запикивать, либо убирать за краску. Ну, шифр. Ну, и люблю культуру. Ну, в социальных сетях на всеобщее, конечно, материться не нужно. Ну, я считаю, нельзя. Из запроса выяснилось, что большая часть поддерживает законопроект. Многие указывают на богатство русского языка и недопустимость использования нецензурной лексики. В первую очередь из-за доступа детей к этому материалу. Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21. Денис Листюхин, Новости 21.